Всем привет ребят! Всем доброе утро! Хочешь готовить завтрак. Кофе я уже забрал. Беру субботомчиком. Не знаю, для меня ничего нет. Фисашки не доедли. Улица у нас еще темно. Птица. Да, да. Послушайте. Летел. Наверное там в дубе сидит. Сидела. Классно так? Сейчас свет забыл выключить. Забыл выключать машину. Сейчас. Вчера перед сном посмотрела Рилс, что нельзя выключать будильник и снова ложиться спать, потому что мы проваливаемся в глубокий сон. Начинается новый цикл сна. И я сегодня в 6 утра выключила будильник и сразу встала. Потому что я не хотела убитое состояние. Ладно, все ребят, я смогу. Смотрите. И у меня две руки. В пятом мы в Валенсии. Ребята, вот раз и мы тут. И мы тут. Но мы уже все дела сделали. В общем-то мы свободны. Решили чуть-чуть прогуляться по набережной. Вспомнить, так сказать, что мы здесь уже были. И какая она здесь гигантская. Вообще Валенсия огромная. Не помнишь? Я помню. У нас тут фотка, да, есть? Да, мы где-то тут фотографировались. Здесь нереально огромный пляж. Это просто я первый раз такое большое вижу. Правда. Да, да, да. Я вот... Вообще смутно, Валенсия. Надо будет сюда как-нибудь вернуться. Ну да, чисто провести здесь выходные и так далее. Тут много пальмы. Тут огромный пляж. Тут, чтобы до моря дойти, я не знаю, сколько нужно пройти. Да, нам это, кстати, не понравилось. Да, очень далеко от воды. Широкий. Да. Постояние гигантское, огромное. Я вот даже не знаю, вот куда мы идем? В каком направлении? Мы идем в ту сторону, потому что там набережной нет. А, ну давай тогда хотя бы ближе к морю. Поближе? Поближе, да, подойти. В Баленсианском море хочешь попробовать? В Баленсианском море? Давай тут просто... А вот там вот Бенедорм, да? С этими высотками. А там тогда что? Высотки такие. А по карте посмотреть. Я вообще не очень, если честно, ориентируюсь. Это Барселона в ту сторону. Ее вот так вот видно? Нет, это направление, это... Да, это как в обратную сторону, да, в Барселону. Но вот этот город, видишь, с высотками? Какой-то городочек. Сейчас я посмотрю где Бенедорма, но я уверен, что в сторону Аликанга, куда южнее. Мы не думали, что мы настолько быстро сделаем все дела, которые у нас были. И мы планировали на обед пойти Хинкали покушать. Потому что здесь в Баленсианском море тоже есть ресторан грузинской кухни. Но сейчас рано идти обедать. Бенедорм. Туда. Вниз. А это? 100 километров туда. Ага. И около Аликанта, как я сказала. А там тогда что? Ну, это какой-то город, скорее всего, Сагунта. Наверное. Ну, я не знаю масштаба. Ну, может быть. Мы прошли уже, не знаю, минут, наверное, 20-25. В принципе, здесь особо пейзаж не меняется. Пальмочки, пляж. Ну, как бы красиво, но решили сменить локацию. Поедем в город. Поедем, да, куда-то в город, там где-нибудь прогуляемся и поищем местечко, где пообедать. Потому что оказалось, что тот ресторан, где мы хинкали и хотели поесть, он по понедельникам закрыт. Да. Ну, многие, кстати, рестораны делают в выходной понедельник. В выходные они работают, да, и в понедельник. Как бы это логично. Я с этим согласен. Хороший. Просто делали бы в разные дни, а не так, что, знаете, все рестораны в понедельник делают в выходной. А кто-то был в понедельник, кто-то был во вторник. Ну, ладно, они лучше знают. Вот. Меня, знаете, что очень обрадовало? Я вот смотрю, здесь парковка на пляже. Вся бесплатная. Прикольно. Не знаю, возможно, это и есть проблема, потому что здесь, возможно, летом не припарковаться. Но в Барселоне парковка вся платная на пляже. И там все равно негде припарковаться. Поэтому, да. Но она и меньше, конечно. Набережная в Барселоне, она такая совершенно небольшая. Ну да, там бесплатно машину нигде не поставишь. А здесь вот мы сколько идем, все бесплатно. Прикольно. Такой фактик. Интересно. Но очень сильно отличается набережная Барса от Валенсии. Крайне мере вот эта вот зона. Где мы? Да, сейчас. Мы так понимаем, в самом начале. Ну да, там дальше идет порт или конец. Не знаю, откуда считать. Но если считать от центра, это, наверное, начало набережной. О, туалет, кстати, есть. Кстати, уличный туалет. Прикольно. Очень хочется его посетить. Вот думаю, как устоять перед таким классным заведением. Ну да, в Барсе нету уличных туалетов. Только вот кафешки всякие. А, это заходишь в кафешки и тебе говорят только для клиентов. Ну не во всех, но в некоторых. Приходится что-нибудь покупать. Воду, жвачку. Туалетную бумагу. Что-нибудь. Чтобы тебя опустили в туалет. Ну, не то надо. Паймочки радуют. Красиво. Ребята, мы тут сели в одно местечко. Очень симпатичное. Вы посмотрите, какой здесь дизайн. Просто. Очень красиво, очень приятно. И здесь классное тоже меню. Здесь и бранчи, и все остальное. Ваня взял вот терияки. Рис с овощами, соусом. Выглядит потрясно. И с курочкой. А я взяла цезарь с сальмоном. Тоже выглядит круто, да. Круто, да. Кофе. А Ваня смузи. Очень здорово. Классное такое. Приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Зато у нас такая белая береза. Крашена. Очень. Очень красиво здесь. Впервые увидел, чтобы в городе стоял счетчик на велосипедах. Он не только велосипеды считает, но и также самокаты. Двадцать семь что-то мало, нет? Как тут? Либо оно обнуляется в определенные. Типа сто набралось и обнулялось сто. Может быть, да. Ну как-то двадцать семь, да. Время два часа дня и только двадцать семь. Хотя, пока мы там стояли, пять штук проехало. Я затащила Ваню в икее. Но нам, в принципе, сюда надо было. Нам надо, да. Одну вещь посмотреть, потому что мы можем. И заодно взять кучу маленьких вещей. Знаете, что прикольно в Валенсии? Что здесь все-все-все магазины, вот эти вот большие, собраны в одно... Собраны? Собраны, собраны в одно место. Собраны, да. Собраны в одно место. Вот реально, просто мы едем и все магазины, строительные, медиамаркеты, все в одном месте. Это гениально. Это чудесно. Я говорю, Ванне, сюда можно приезжать утром на весь день и в конце дня умереть. Где-нибудь на диване в Икеа. Давно мы в Икеа не были. Это еще куча магазина, который мы даже не видели. Да. Оптоперазный магазинчик. Прикольно. Прикольно. В Икеа мы посмотрели то, что нам нужно. Нет в продаже наличия вообще по всей Испании, нет то, что нам нужно. Когда мы будем это делать, ребят, мы вам обязательно покажем, что мы запланировали сделать. Это так, в ближайшем времени. В этом сезоне мы хотим. Вот, еще тут появился магазин, у нас такого нет. Ну, я, по крайней мере, не... Ну, это от Bauhaus, да? А, это у них просто отдельное для улицы все. В общем, смотрите, нам понравилась вот эта вот штука. Там, где у нас сейчас диванчик стоит, где мой зончик. Ну, блин, она столько места в Икеа. Да, она занимает очень много места. Ну, мы так, чисто посмотреть. Но мы не за этим пришли. Нам нужно купить инвентарь для печи. Всякие там лопатки, вот это все. Хотим посмотреть, может, тут что-то есть. И еще плюс то, что мы смотрели в Leroy. Тоже это хотим посмотреть здесь. Вот, кстати, тут сколько разных этих барбекюшниц. Разных, на газовую это все. Все газовую. Так, поэльц. Решетки. Вот планша, кстати, вот планша, это прикольно, зай. Да, у нас размер планши 70, кстати. Наш размер? А я не знаю, вот это на какой размер, это 60, у нас 70 сантиметров. Вот там наверху, наверное, смотри, а на длиннее. А я не вижу размер. Это 66, а у нас 70 нужно. И где ты сходишь? Вот тут, смотри, 56. А вот, смотри, 80. Овощи, да, на ней жарить? Да. 71? Е-71? Да. О, прикольно. 71 у нас размер? Ну да, там, надо посмотреть, у меня сфоткан на телефоне. У нас 71 прям... До кирпича. Притык, желательно 70 сантиметров. А у них здесь идут они 71. А, ну, 68 может быть мало. 58 мало? Есть только 71. Ну ладно, будем иметь в виду, что в вау-хаусе есть, нужно будет просто перемерить заново, более точно, подойдет ли нам 71. Так, что у нас тут еще есть? Решетки. Кстати, нам нужна решетка. Полностью на весь этот, да. Но она также, как это, 67 сантиметров. Вот, тут, смотри, есть щеточки. Смотри, какая лопатка. Ну, видишь, она короткая. Короткая, она немного длинная. Нам нужно все с длинной ручкой. Это все для барбекю. Нам нужно для печи именно. Пойдем, пройдемся. Пошли. Ребята, мы уже в машине. Мы уже в пути. Мы сейчас решили остановиться. В туалет хотим кофе взять. Мы вкусно поели. В Икею сходили. В магазин сходили. В принципе... Ай, моя ошибка была. Ай, блин, как я не люблю, когда вот так вот волосы путаются. Распутала? Да, распутала. Все, идем за кофе. Может, хочу какой-нибудь фрукт. Мы, когда ехали туда, я брала яблочко, но было невкусно. Чай был невкусный. Кстати, по поводу чая. Надо взять мой стакан. Вот она, вторая. Она была с другой стороны. Я хочу вылить, помыть, и то кофе или чай, который я куплю, я налью сюда в стаканчик. Моя идея. Кого ты хочешь? Помыть хочу и сюда налить кофе. Ты хочешь этот холодный? Тоже верно. Все равно хочу помыть. Боже, какая жара. Вообще, да. Апрель месяц и так с жарком. Ребят, спустя 8 часов дороги, это я туда и обратно и считаю, ну, может, чуть-чуть больше. Мы приехали. Какой сегодня длинный? День. Привет. Привет. Привет, мой родной. А ты что не бежишь? Беги сюда. Она ведь мне мультики смотрит. Бегу, бегу, бегу. Ой, мои. А я? А папа? Ты печеньку? Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok